С чистого листа, а точнее с огромного ватмана, начинается путь к умному городу. Такой наглядный подход к ликвидации административных барьеров – часть глобальной производственной системы Росатома, или коротко – ПСР. На объектах компании она действует уже 10 лет, ну а теперь служит и на благо жителей Сарова, как часть пилотного проекта госкорпорации «Умный город». Главная задача для участников проекта – избавиться не только от лишних процедур согласования и тем самым сэкономить горожанам и время и деньги, но и перевести ряд документов оборота в цифру. То, что специалист хочет увидеть в своем кабинете, реестр, где проводятся земляные работы, постановления все, которые в бумажном виде, соответственно, он печатает, сидит, это может все сразу там появляться и сразу набираться одновременно со всеми приказами. Тем более, что электронная платформа для этого в Сарове уже есть. Ее внедряет и развивает одна из компаний, занимающихся инфраструктурными проектами – новый дивизион Росатома. Это то, что объединяет три компоненты – жители, бизнес и муниципалитет. Для нас важно качество теплоснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, тот весь базис, который создает инфраструктуру города, транспорт, все, что связано с городскими сервисами. И на базе этого создана своя уникальная разработка, которая называется платформа «Умный город Росатома». Для жителей Сарова она выглядит как интернет-сайт или приложение для смартфона. В нем есть открытая, пользовательская часть, где можно увидеть движение общественного транспорта или сообщить о городских проблемах через портал обратной связи. Так и служебное, закрытое, для сотрудников муниципалитета, в основном связанное с безопасностью и управлением городским хозяйством. Когда вы попадаете на место главы администрации или мэра города, вы садитесь в кресло пилота самолета. И если у вас показания приборов сообщают вам о неисправности через сутки после падения, ну, сами понимаете, ничего там хорошего нет. И именно «Умный город» – это тот самый инструмент, который позволяет мэру однозначно говорить «Коллега, у тебя проблема». Платформа позволяет администрации города экономить время на решение коммунальных проблем, поясняет участник проекта Евгений Шаханов и показывает возможности сервиса. Это элемент видеоаналитики, поиск авто по госномеру, фактически распознавание госномеров автотранспорта, который позволяет выполнять оперативные раскрытия мероприятия на территории города. Вот как раз в рамках этого кейса все машины с номером 235, которые попали под камеру в виде наблюдения. Я прошу показать геопозицию. В общей сложности ресурсы объединяет 11 внешних систем жизнедеятельности города. От контроля за работой лифтов в подъездах и ситуаций на дорогах до расположения пунктов полиции и различных учреждений. Вся информация с датчиков стекается в электронный центр обработки данных. Саров все-таки закрытый город. И как обеспечивается безопасность? Вот эти данные, они под надежной защитой? Ну, у нас есть 4 уровня защиты, которые мы под присмотром определенных служб обязаны соблюдать. И мы эти требования выполняем, поэтому я смело могу назвать, что те данные, которые в систему поступают с различных предприятий, муниципальных, бюджетных, федеральных служб, они под серьезной защитой. Информация с видеокамер тоже приходит сюда. Сейчас их в Сарое более 200. Для города с населением менее 100 тысяч – неплохой показатель. Причем жители могут самостоятельно принять решение об установке видеонаблюдения за домом. Все камеры мы обслуживаем сами, устанавливаем сами. Камеры тоже ваши? Да, да, да. Если камеру кто-то сломает или собьет тут палкой, ну, например, то, соответственно, мы приезжаем ее и меняем. Кроме функции распознавания номеров автомашин, городские видеокамеры уже с этого года обучат различать и лица людей. Так что при необходимости найти нарушителя станет еще легче. И если раньше для получения видео с камер наблюдения заявитель потребовалось в среднем два дня, сегодня всего-навсего чуть более часа. Люди не могли вычислить, кто мусорит. Кто-то постоянно выкидывал мусор в окна. Нашли человека, оштрафовали, все, человек стал культурно себя вести. Пользоваться платформой удобно и работникам муниципалитета, контролирующим в режиме онлайн отклонение от расписания движения весь общественный транспорт. И жителям. Ведь на табло всегда точное время прибытия рейсового автобуса. Через 6 минут, допустим, прибывает 20-й. Да. И также должен быть маршрут построен. То есть его можно в разных проекциях. И он показывает, где он будет и через сколько. Замечательные результаты колоссальных эффектов, когда мы с 63-х часов диспетчеризации системы городского транспорта сокращаем это время до полутора часов. Можете себе представить, да, какой колоссальный эффект. Не менее эффективно создатели умного города решают и другую традиционную проблему населенных пунктов – мусорную. Рассказать о появившейся свалке может любой. При этом в подтверждение программа дает возможность приложить фото. В том, что сервис работает, Андрей Туровский убеждался не раз. На его счету более 50 обращений. Не нужно искать конкретных людей, да, конкретный телефон, искать ответственных людей, кто за что отвечает. Теперь ты просто как в одно окно обратился с любой проблемой, приложил какие-то фотографии, описал совершенно своим простым языком эту проблему. И будь уверен, что она будет решена. История, которая, мне кажется, уже принесла свои плоды для всех – это все, что связано с мусором, с ямами на дорогах и с парковками. Понятно, что сегодня в городах бюджеты не позволяют все задержать в идеальном состоянии. Но, тем не менее, обращение граждан по конкретным горячим проблемам дает нам сразу их приоритизацию. Проблема номер 562 просрочена на два дня. Когда исправится? Информация от жителей в этот ситуационный центр поступает и ночью, и днем. Проблемы делятся по категориям, скажем, от поиска пропавшего автомобиля, заканчивая сложностями с ЖКХ. Скажем, если поступила жалоба на неубранный мусор, то оператор тут же об этом сообщает коммунальным службам. Которые оперативно выезжают на место и устраняют причину недовольства жильцов. Скажем, здесь не выбросили коробку в бачок. Ну, что же, сделаем это мы. Полный порядок. Если же сигналов по одной проблеме поступает несколько, то сотрудники ситуационного центра платформы обеспечивают ее устранение в первую очередь. Буквально любой житель Сарова может заявить с помощью портала и мобильного телефона о проблеме. Вот, допустим, брошенный автомобиль, явно он здесь находится уже не первый месяц. Для этого нужно сделать снимок, зайти на портал «Умный город» и заявить о проблеме. Буквально через несколько минут сообщение поступит операторам этого сервиса. Только что добавилась новая проблема. Расконпультованный автомобиль без номеров по адресу Силкина, 40 выбирается руководитель департамента городского хозяйства. И он уже делегирует по цепочке исполнителя, который будет решать подобную проблему. За время работы портала жители заявили почти о тысяче мелких и крупных проблем. 93% из которых уже решены. Причем для этого не понадобилось больших инвестиций. Особенность программы «Русатома» в том, что платформа создается на базе уже существующей инфраструктуры. Моя грубая оценка, она состоит примерно в следующем. Что внедрение системы примерно соответствует затратам 100 рублей на человека. Примерно. А выгоды, которые город может получить в зависимости от того, насколько город эффективно использует систему, до 1000 рублей на человека. То есть, конечно, такой 10-кратный запас позволяет нам абсолютно спокойно вкладывать в необходимую инфраструктуру и получать практически мгновенно отклик и возврат на вложенные инвестиции. Именно поэтому опытом Сарова заинтересовались и в других регионах России, и даже за рубежом. Коммуникация, информация и оперативность принятия решений. Вот три основных составляющих, на которых стоит «Умный город». Допустим, проложить короткий путь до работы, записать ребенка в детский сад или сообщить службе ЖКХ о протечке воды. Главное, вовремя ее устранить. Легко. «Умный город» с такими технологиями словно живет быстрее. И еще быстрее. Но не только в скорости здесь дело. Ведь умно быть еще и выгодно. А ну давай балет! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держитесь! Т-34. Учись, Квазимода! 9 мая в 21.00 на канале Россия.